Более двух лет в многопрофильной областной больнице действует реабилитационный центр. Здесь лечатся пациенты, которые прошли тяжелые хирургические операции, перенесли серьезные заболевания. Им оказывается всевозможная помощь с целью восстановления организма. В многопрофильной областной больнице с 1 января 2020 года функционирует отделение реабилитации и восстановительного лечения. Отделение осуществляет второй этап восстановительного лечения. Это первые 9 месяцев после перенесенного острого случая заболевания или после оперативного лечения. Профиль коек у нас следующий. Это в первую очередь инсультные пациенты, кардиологический, кардиохирургический профиль, нейрохирургический профиль, а также пациенты, перенесшие ковидную пневмонию. В нашем отделении работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи узких специальностей, такие как врачи-реабилитологи, нейрохирурги, невропатологи, кардиологи, врач-логопед, психолог, инструктора по лечебной физкультуре и массажисты. Наши пациенты получают лечение бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования по направлению поликлиники по месту жительства. Отделение оснащено всем необходимым для проведения полного лечебно-оздоровительных мероприятий при восстановительном лечении пациента. Курс лечения включает в себя не только медикаментозную терапию, но и занятия лечебной физкультурой на современных тренажерах под пристальным контролем инструкторов ЛФК. Весь спектр физиопроцедур также имеется, это Дарсонваль, Электросон, Электрофорез, Биоптрон, Магнитотерапия, Ультразвук, Лазеротерапия, Амплипульс терапия, Азокерита лечения и лечебный массаж. За 2020 год реабилитацию прошли 702 пациента, в 2021 году 873 пациента. С января этого года по настоящее время 580 пациентов прошли лечение. К нам поступают пациенты в основном с жалобами на онемение, слабость в руках и ногах, гемипорезом, плегеи с правой или с левой стороны. То есть это парализованные с правой или с левой стороны. Также с жалобами на нарушение речи, с болями в шейном, грудном, поясничном отделе позвоночника. Некоторых пациентов родственники доставляют на каталках, в инвалидных креслах. Также есть пациенты, которые передвигаются с помощью ходунков. И в течение 9 месяцев от острого заболевания у пациентов имеется возможность пройти 3-4 курса реабилитации. После прохождения этих повторных курсов реабилитации пациенты у нас выписываются полностью восстановившимися, уходят, можно сказать, на своих ногах. У нас имеется зал лечебной физкультуры, оснащенный шведской лестницей, тренажерами для разработки суставов и мышц спины, беговой дорожкой, велотренажерами, направленными на кардиостимуляцию, столом для разработки мелкой моторики и повышения силовой функции, имитатором ходьбы для пациентов, перенесенных им. Наши инструктора проводят пассивную и активную гимнастику, дыхательную гимнастику, гимнастику для укрепления мышц спины, эрготерапию, кинезотерапию. А также проводят занятия с пациентами для восстановления утраченных двигательных функций, чтобы приспособить их к самообслуживанию, жизни дома, бытовой жизни. Отделение реабилитации и восстановительного лечения рассчитано на 30 коек. Планируется открыть второе крыло, чтобы иметь возможность принимать больше пациентов, нуждающихся в реабилитации. Реабилитации подлежат не только сельские жители, но и жители города. У пациентов есть право выбора, в какой медицинской организации он будет проходить курс реабилитации и восстановительного лечения. Программа реабилитации помогает восстановить утраченные двигательные функции и предупредить возможные осложнения, быстрее поставить пациента на ноги и вернуть его к полноценному образу жизни. Я провожу процедуру Дарсенваль. Она, получается, процедура эта улучшает кровообращение, снимает напряжение. Реабилитация может позволить смягчить неблагоприятные последствия самых разных патологических состояний, включая заболевания и травмы. Данный тренажер называется имитатор ходьбы или шагун. Был приобретен в этом году. На нем занимаются пациенты с нарушением функции ходьбы. Это у нас пациенты такие, кто восстанавливается после инсульта. Также бывает у нас еще и после черепно-мозговых травм, тоже нарушение функции хождения. Так что вот сейчас у нас пациент занимается. Также есть у нас еще такой аппарат для массажа стоп. Для массажа стоп называется Марутака. Проводит массаж стоп, воздействует на биологически активные точки, на стопах. Улучшает кровообращение нижних конечностей. Также у нас бывает на него приходят пациенты из эндокринологии, тоже, которым очень важно капиллярное кровообращение. Это стол для разработки мелкой моторики. Здесь мы работаем с кистью, ну, как пациент работает с кистью. То есть мы стараемся, как сказать, чтобы пациент делал сам. Бывает, еще помогаем ему сами, то есть пассивно, как бы, что вместе с ним делаем. Также здесь в этом тренажере можно добавлять грузы, получается, для того, чтобы, ну, так сказать, увеличивать нагрузку, как бы, или уменьшать, наоборот. Здесь у нас есть много разных, так сказать, приспособлений для рук, для кистей, для пальчиков. Ну, в общем, такие. В среднем мы занимаемся по 20 минут. В реабилитации нуждаются не только люди с инвалидностью или долгосрочными нарушениями здоровья. Напротив, реабилитация является одним из основных видов услуг здравоохранения, предназначенных для всех лиц, страдающих острыми или хроническими заболеваниями, расстройствами или травмами, которые ограничивают их функциональные возможности. Я нахожусь по уходу за супругом. Инсульт у нас произошел 9 мая. Первая реабилитация у нас проходила в городе Тэньша. Потом нам посоветовали пройти последующую реабилитацию в городе Петропавловске, в областной больнице. Ну, что сказать. Конечно, по сравнению с районным центром, я не хочу сказать, что там что-то плохо. Но тут очень много процедур мы проходим. Все своевременно. У нас лечебная физкультура мы проходим. Фидео, массажи. Все своевременно. В такой ситуации главное, чтобы и тоже у пациента усилие. Мы не останавливаемся на достигнутом. Будем дальше заниматься. Следующую реабилитацию, я думаю, мы будем проходить здесь. Реабилитация помогает свести к минимуму или замедлить развитие инвалидизирующих последствий ряда хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова